Столичные школьники играют на переменах в Асахату. Еще недавно эта игра считалась почти забытой среди современных детей. Но сейчас она снова становится популярной. Причем не только ради забавы, но и как профессиональный вид спорта. Подробности в нашем следующем материале. Асахату – казахская национальная игра. Однако в последнее время все реже и реже можно встретить подростка, который бы интересовался этой исконно традиционной забавой кочевников. Чтобы восполнить этот пробел, есть те, кто возрождает эту культуру, демонстрирует преимущества игры и вовлекает молодое поколение. Ученики этой школы – настоящие снайперы. Они тренируются играть в Асыки даже на переменах. Для этого в учреждении отвели специальное место. На счету Сидхана Айтуарова – 100 Асыков. Он даже участвует в соревнованиях. Я играю в Асыки с 4 класса. Сейчас я учусь в 5. Я уже съездил на чемпионат Казахстана в Баянаул. Наша команда вернулась с победой. Мы выиграли школьную лигу. Я очень люблю играть в Асыки. Ученые говорят, что наши предки играли в Асыки еще 30 тысяч лет назад. В этой школе развивают два вида национальных игр. Федерация была открыта по всему Казахстану. Не только в сельской местности, но и в каждой области и районе. Лига по игре в Асыки будет не меньше, чем баскетбольная или волейбольная. Национальные игры будут даже востребованы. Это игра – наследие наших предков. Однако не все поддерживают национальные традиции. Есть те, кто никогда даже не пробовал играть в Асыки. Мы росли в городе, не играли в Асыки. Это коленная кость барана. Их расставляет и так играет. В руках держал, но никогда не стрелял. В былые времена, чтобы лучше играть, снимали обувь. До седьмого пота играли. Эти воспоминания никогда не забудутся. Мы играли, когда были детьми. Все в поле выходили, чтобы играть. Это прекрасные воспоминания из детства. Вот бы повторить. Этнографы уверяют, Асык – это не просто забава. Она полезна для развития у человека чувства сознания. Поэтому игру нужно рассматривать и как средство обучения. У этой динамичной игры есть более 20 разновидностей. Еще 4-5 предназначены для умственного развития. Видите ли, эта игра способствует совершенствованию и развитию талантов у детей и взрослых. Специалисты уверены, что игра в Асыке должна передаваться из поколения в поколение, как ценная реликвия. Ергали Рамазанул, Раиса Маргунова, Астана Таймс.